Нынешняя суббота именуется субботой Лазарева Воскресения. Само по себе это событие чрезвычайной важности и необычайности. Любой человек, тогда Марфа и Мария, и окружающие ее сродники, люди, пришедшие по гробу, как и до того жившие и до конца времен люди, которые увидели бы воскресение человека, который был действительно умершим. В подтверждении этому, Евангелист Иоанн вспоминает, что исходил смрад, вот этот вот запах тления от человека, который стал живым. Любой человек, увидев такое, удивился, ужаснулся бы, вострепетал бы такому увиденному. Это не просто некое чудо, некое явление, когда ты видишь, что сама жизнь побеждает смерть, когда жизнь оказывается выше, больше, сильнее смерти. И это происходит от себя на твоих глазах. И это уже само по себе удивительно. Но мы всегда обращаем внимание на свою жизнь и думаем, как же это к нам относится, как мы можем стать причастниками и таких вот чудесных явлений. С одной стороны, это дано нам видеть и слышать, чтобы мы еще более уверились в том, кого прославляем, и кого именуем Бога и величайно. Так произошло с теми людьми. Многие уверовали. Сказано, что многие пришедшие видели это воскрешение Лазаря и веровали. Но что еще для нас может быть важным? Как это может на нас повлиять? Я до сих пор вспоминаю эту мысль, когда, как сказано в богослужебных текстах, Господь, плача по умершему другу Лазаре, являет свое человечество, а воскреша его являет свое божество, как скорбно и страшно понимать, что Творец всего и всех, который призвал человека в жизнь для того, чтобы человек разделил эту радость бытия, вот Господь приходит и находит вот это свое совершеннейшее творение своего друга, умершим. Не просто умершим, о нем говорят, что он уже даже смердит. Разве к такому призвал Господь человека? И мы не понимаем, что это происходит не просто так, по какому-то случайному, печальному стечению обстоятельств. Но вот представьте себе любое ваше творение рук, что бы вы ни делали, особенно то, что у вас получается лучше всего. Вы сделали, а кто-то взял это и растоптал, и уничтожил. И вы приходите и видите, что все. А если это дело рук человеческих, а сколько печально бывает родителям потерять своих чад? Хотя мы понимаем, что это ведь не от нас зависит только лишь это явление в мир человека, но какая безысходность, какая неисчерпаемая печаль, неутешная бывает у родителей. А вот тот, кто подал эту жизнь, тот, от которого все это только и лишь и зависит, и который создавал все прекрасное, он слышит о своем творении, что оно уже смердило. Какая скорбь, какая неутешность. Господь показывает свое человечество, плачет. И вот, как многие святые, которые, как кажется, не на шажочек, наверное, на много шагов ближе к Богу, дошли, чем мы или кто-либо еще. Ведь очень часто говорят о том, что нужно оплакивать себя в грехах ближайших. Мы понимаем, что образ этого лазаря умершего, это образ нас, не только лишь нашей души, но и нашего тела, всего нашего естества, некая будущая перспектива того, что с нами произойдет, и как не оплакивать его. И нужно нам опечалиться хотя бы о том, что нету в нас такой неутешной скорби о своих, как говорят, святых мертвецах, что не можем мы их так оплакать, как оплакивает их сам Господь. это всегда упор нашей совести о том, что не имеем мы сокрушения о своем растлении. еще хотелось бы заметить, что Господь своим пришествием в этот мир шел и всюду всех исцелял, всюду все исправлял. за каждым его шагом, за каждым его действием расцветала жизнь, все просвещалось, все благоухало, не остался за пределами этого божественного действия и лазарь. Часто Господь кому-то прикасался, кто-то к нему стремился прикоснуться. А вот лазарь, который, кажется, уже совсем в другой области находится, которого-то и принести нельзя. Может, он там уже совсем предложился его взять. Мы некоторые субботы говорим, что кто-то сгорел, кто-то тонул кого-то, звери съели, что принести даже. Уже и даже вот этого вещественного останков этих мощей нет, чтобы принести ногам Спасителя и просить, чтобы Он что-то исцелил. Но Господь действует Своим Словом. Он взывает к этому Лазарю. Это удивительно для нас найти вот эту параллель. Бог Слова как бы Сам идет за этим мертвецом, чтобы его оживить. Словом вот каким-то таким, как мы это воспринимаем дистанционным действием, без каких-либо прикосновений или приближений. Он взывает куда-то в такую глубину, куда человек дойти и проникнуть не может. И Лазарь как будто бы уже откликнуться на это не может. И сам двинуться не может. Но он слышит слово, обращенное к нему. Слышит это слово, конечно же, смерть, как святитель Игнатий Бринчанин красиво называет ее служанкой Божьей. И обязательно повинуется своему господину и не может удерживать того, кого живет жизнь. Так вот, для нас важный параллель вот этого слышания слова Божьего. Ведь в самом этом Божьем Слове вложено и содержится благодать Его живительное. Мы по-разному воспринимаем Божьи действия. Но представьте себе, как важно было, что мы слышим слова Евангелия и понимаем их. Вот вы можете услышать то же самое Евангельское Благовистие на другом языке. Для вас это будет просто набор звуков. Вы ничего не поймете. А вот вы слышите и понимаете о чем это слово. По крайней мере понимаете вот в таком человеческом восприятии. И это слово может нас оживить. Слышание этого слова. Стремление услышать, ожидание услышать его. Так же, как порой и наше участие в Таинствах. Ведь немало таких свидетельств, что человек, не имея физической возможности, как не имел, например, этой физической возможности Лазарь прикоснуться к своему учителю, они желали этого, столь сильно желали, что не было для них препятствий, чтобы этот дар восприять. Будто причастие, будто иное какое освящение, но они этого желали. Они хотели услышать это слово и принять его. Это для нас пускай не будет укором, пускай будет надеждой на то, что у нас есть это слово, что оно звучит для нас понятно, что оно звучит для нас доступно и всегда, как только мы этого захотим, это слово может нас оживить. Это слово может нас воскресить. Мы понимаем, что сейчас нам нужно не столько плоть свою подкрепить, сколько душу ободрить, чтобы бодрости духа и плоть уже не так страждет. Для нас это важно понять, что Господь воскрешение Лазаря подтверждает свою силу и нам дарует вот это спасение, это свидетельство. Многие видели это и веровали, и мы можем это слышать. Не слово человеческое, не слово Божественное, тоже услышавшие уверовать, а значит воскресить своей душой. господь господь дохлепит нас и обновит нас вот эту жажду, слышать его, жажду всего и прилегать к нему acontecения. Спасибо. Спасибо.